Привет! С вами Сергей Романов. В этом видео я продемонстрирую, как работает компонент Emerald. Emerald — это компонент платных подписок. Первое, что нам нужно сделать, прежде чем мы начнем работать с Emerald, это выключить SEV. Так что зайдите в глобальные конфигурации, посмотрите, включен или выключен этот параметр — Search Agent Friendly. Он должен быть обязательно выключен. Теперь давайте перейдем в Extension Manager, найдем наш пакет, который мы скачали, и установим. Вот и все. Компонент установлен. Следующий шаг — нужно обязательно включить плагины, которые как раз и занимаются всеми проверками прав доступа. Вы видите, я тут уже ввел слово «поиска» и по этому слову нашел все необходимые плагины. Значит, нам нужно включить обязательно плагин Content Helper в случае, если вы хотите делать ограничения для стандартного контента Joomla. нужно обязательно включить плагин Restrictor. Этот плагин очень обязательный, то есть он как раз и занимается ограничением прав доступа для людей. И нужно включить плагин User для того, чтобы бесплатные планы могли раздаваться или чтобы непосредственно подписка во время регистрации могла происходить. Плагин поиска нужен только для того, если вы хотите, чтобы планы могли быть найдены в глобальном поиске Joomla. Ну и, естественно, плагин Hikashop нужен только для того, если вы используете Hikashop как корзину для покупки планов Эмиральда, чтобы можно было положить корзину и купить сразу несколько, допустим, используя интерфейс магазина Hikashop. Поэтому я включу только те, что нам понадобится сейчас. Вы знаете, я не буду в них заходить, я сделаю краткий обзор по настройкам параметрам позже. Просто их нужно включить, по дефолту у них уже все настроено, так как необходимо, этого достаточно. Теперь давайте перейдем в наш компонент Эмиральд. И мы увидим, что здесь у нас практически ничего нету, просто информация об Эмиральде, как, что и где, и конфигурация. Давайте перейдем в конфигурацию. В конфигурации есть несколько важных для нас настроек. Например, формат даты. Я обычно предпочитаю такой формат. И кто будет модератором. Также есть настройки инвойса. Более подробную информацию о том, какие настройки и как они работают, я также позже сделаю в отдельном видео. А сейчас просто сохраним конфигурацию. Все, что нам нужно, просто открыть и сохранить. Просто убедиться в том, что конфигурация была сохранена. Это все в администраторской джумлы. Эмиральд полностью управляется с фронтенда. То есть им нельзя управлять с бакенда. Поэтому нам нужно сделать ссылку на управление Эмиральдом. Поэтому мы перейдем в меню. Меню пользователя. Создадим новое меню. В селекте выберем Эмиральд. Контрольная панель. Для того, чтобы убедиться, что доступ к этому элементу меню не открыт всем, поставим или супер-юзер, или спешл. В зависимости от того, как вы хотите организовать уровень доступа к планам и кто будет управлять, следить за созданием плана и всему остальному. Давайте поставим супер-администратор. Назовем его. И сохраним. Все, готово. Перейдем на фронтенд. Итак, на фронтенде я залогенен как супер-юзер. Мы видим. И здесь я вижу Эмиральд Control Panel. Как раз та самая ссылка, которую мы только что создали. Давайте в нее зайдем. Мы видим контрольную панель, как бы дашборд. В дальнейшем, когда появятся подписки, мы увидим здесь и прогресс подписок в виде небольшого графика, также список последних подписок, подписки, которые требуют ручной активации и так далее. Для того, чтобы начать создавать планы, в первую очередь нужно создать хотя бы одну группу. Давайте создадим новую группу. Я не буду придумывать слишком уж название. Просто вставлю текст, чтобы было видно, что этот текст в дальнейшем где-то там размещается. Одно из главных свойств здесь – это шаблон. Существует два шаблона, которые с Эмиральным распространяются, но интересная функция здесь в том, что вы можете создавать свои собственные шаблоны. То есть вы можете скопировать любой из этих шаблонов, переименовать его и здесь потом его выбрать. Таким образом, после обновления Эмирального этот шаблон не перезапишется, он останется таким же, как вы его сделали. При этом вы сможете полностью регулировать, как вы хотите, чтобы список ваших планов отображался. Давайте здесь я установлю дефолт. Все по дефолту и сохраним. После сохранения группы мы можем перейти в создание планов. Прежде чем я начну объяснять, как создавать план, я хочу немножко объяснить, как лучше всего смотреть на планы. Что это такое в Joomla? Что они из себя представляют? Я бы смотрел на планы как уровни доступа, как группы пользователей. То есть создавая план, вы фактически создаете группу пользователей. Но это как бы альтернативная группа пользователей. Такая группа, в которую человек может попадать, не меняя группы Joomla. То есть он остается в группе registered, то есть в простой группе пользователей в Joomla, но попадает параллельно вот в эту дополнительную группу, которая дает ему некоторые дополнительные права. И любые ограничения, которые вы внесете в эту группу, автоматически распространятся на всех тех, кто не входит в эту группу. Допустим, вы создаете какой-то план, ограничиваете какую-то страницу, и после этого никто не может зайти на эту страницу, кроме того, кто имеет этот план. Давайте приступим. Создадим новый план, назовем его LAM-A. Выберем нашу группу, которую мы создали. Одно из основных свойств – это цена, естественно. Предположим, цена будет 200. Поле дискаунт работает только когда человек покупает подписку первый раз. Предположим, вы хотите дать человеку подписку с 50% скидкой. Значит, вы можете ставить 100, тогда человек купит 200 минус 100 всего за 100 первый раз, и потом по 200 все остальные разы. Если хотите, чтобы подписка была бесплатна, можете ввести сюда 200, тогда человек получит эту подписку бесплатно первый раз, и уже потом заплату все остальные разы. Давайте введем какую-то сумму, чтобы было видно. Период. Есть три вида ограничения периода. В дальнейшем мы немножко переработаем этот интерфейс. На сегодняшний день он выглядит так. Приоритет проверки идет снизу. Значит, сначала проверяется, есть ли настройка таймфрейма. Если она есть, то она используется. Если ее нет, проверяется точный указанный период. Если их нет, проверяется вот последний период. Предположим, мы создаем подписку на один месяц. И как нам прикреплять подписку? Здесь есть два параметра. Первый параметр. Например, если пользователь уже имеет эту подписку и покупает опять же эту подписку до того, как его текущая подписка из стекла, что нам сделать? Нам присоединить следующую подписку к окончанию его текущей подписки или же начать следующую подписку прямо с того момента, когда он оплатил. То есть вот такое очень полезное правило. Значит, здесь различные ограничения. Я думаю, что сделаю отдельное видео, когда буду, пройдусь по всем настройкам, объясню для чего они, как они работают. И еще одна важная настройка осталась, которая тут, это вот валюта. Хочу сразу сказать, что то, что мы пишем здесь, абсолютно не имеет никакого отношения к той валюте, которая будет взиматься с пользователя. Это только для отображения валюты. То есть то, что вы тут пишете, так и будет отображаться. И важна еще эта настройка, как будет отображаться. То есть сначала будет значение валюты, потом сумма сама или же как. Я хочу, чтобы у меня была сумма, пробел, а потом слово руб. То есть там 100, пробел руб, рублей. Таким образом. Значит, на этом все на этой странице. Быстро покажу вам, что есть страница-алерта, где вы можете назначить письма, какие будут отправиться пользователю в случае подписки, не подписки, стечения подписки и так далее. Кросс-планы. Это такая большая секция более-менее сложных настроек. На первый взгляд, на очень простых, где вы можете назначать всякие соотношения подписок друг с другом, какие нужны, чтобы купить эту, или какие выдать бесплатно, если это куплено и так далее. Очень полезная группа настроек. Payment Getways. Здесь вы увидите все гитвей, которые установлены. По умолчанию с Emeraldом устанавливается только один бесплатный гитвей. Это офлайн. Давайте мы его, кстати, включим. Все остальные гитвей нужно покупать отдельно, если вы купили Emerald отдельно. Если же вы купили по подписке, то просто нужно их отдельно скачать и установить. То есть подписка дает вам доступ ко всем плагинам Emerald. Если вы купили Emerald отдельно, то вам нужно купить и плагин будет отдельно, какой нужен. Также у нас есть акции и рестрикции. То есть акции и рестрикции не работают, пока план не будет сохранен хотя бы один раз. Поэтому давайте мы применим наши настройки, которые мы только что сделали. Видим, что успешно сохранился наш план. Теперь мы идем в рестрикции. И в акции мы видим, что тут и тут все есть. Давайте я объясню быстро, что это такое. Вообще это вот та самая крутая как бы сила Emerald акций и рестрикции. Значит, рестрикциями мы создаем правила, на основании которых будет ограничиваться доступ к тем или иным страницам с вашего сайта. А в акциях мы создаем, что произойдет. Если пользователь успешно купил подписку. Значит, по умолчанию никаких акций не устанавливается, но их существует очень большая множество на нашем сайте. Можно добавить какую-то информацию в Google Analytics. Можно синтегрировать с IDF Affiliate или с другой Affiliate программой. Можно, допустим, добавить человека в GetResponse, подписку имейлов в GetResponse или, может быть, в Smart Responder или Benchmark Mail или какие-то другие службы. Очень много разных интеграций, акций. Посмотрите на сайте, обязательно что-то может вам пригодиться. Теперь рестрикции. Давайте создадим рестрикции. Для начала, предположим, я хочу закрыть эту галерею. Давайте я открою в новом окне галерею. Очень важно было, что мы отключили Search Engine Friendly. Теперь мы видим ссылки в естественном виде. Итак, начнем. Первое, что нужно понимать в ссылке, это Option. Option.com.cobalt. То есть это то, с чего мы начинаем выбор нашей рестрикции. Итак, мы хотим ограничить компонент Cobalt. Итак, вот он наш Cobalt. Option.com.cobalt. Мы его выбираем. Когда мы выбрали, мы приходим на форму. Значит, когда мы получаем форму, фактически для всех компонентов у нас универсальная форма. Потому что Emerald имеет свой такой универсальный механизм, который работает с любыми приложениями, абсолютно любыми экстеншенами Joomla. Но иногда, когда это требуется, можно создать дополнительные, как бы улучшенные параметры настройки. И если вы на какой-то компонент такие создали, а у нас есть, по-моему, на K2 и на ComContent, тогда здесь будут другие наборы настройок. Например, давайте посмотрим на ComContent. Вы видите, что у ComContent другие настройки. Мы можем выбрать здесь категорию, включить индивидуализацию. Можем видеть, как мы можем это использовать в самой статье, добавлять какие-то placeholders статьи, чтобы ограничить статью только для какого-то конкретного пользователя. Или убрать статью, если она в категории, но какую-то отдельную статью сделать. Не за restriction. То есть много различных дополнительных параметров, которые нет в основном настроечном блоке. И такие дополнительные правила у нас есть для K2 еще и, по-моему, для форма CUNEN. Если вам нужна какая-то дополнительная для какого-то другого компонента, на который стандартная настройка не может как-то реализовать вашу идею, задумку, то вам просто нужно к нам обратиться, чтобы мы создали это новое ограничение. Итак, давайте вернемся к кобальту. Ком-кобальт. Мы создали ограничение. Ком-кобальт. Итак, смотрим в URL-параметры. Хочу сразу обратить параметры на item.id. То есть item.id – это параметр URL, который не стоит трогать, по которому не стоит ограничивать, потому что, допустим, я могу здесь поменять этот параметр. На самом деле я перерелектировал, потому что это кобальт так делает. Кобальт обязательно следит за тем, чтобы item.id был тот, который нужен. Давайте вот, например, зайдем в getting started. Например, здесь 435 и сделать 436. Мы видим, что это тот же самый контент, при том, что item.id изменен. Поэтому, если вы сделали ограничение на item.id 435, то пользователю нужно будет просто поменять item.id, и ограничение не будет срабатывать. При этом пользователь получит доступ к тому же самому контенту. Поэтому этот параметр URL, о нем забудьте, его не трогайте. Здесь мы видим, что view.records. То есть view.records – это список. А, нет, мы хотели ограничивать календарь, да? Вот, давайте ограничивать календарь. Смотрите, здесь view.records, такой параметр здесь, и section.id. Это как раз два параметра, которые нам необходимы. Потому что view.records есть у всех. Например, смотрите, view.records, section.id 4 для галереи, для форума view.records, section.id 3. Но нам нужно ограничить именно календарь. Поэтому view.records у нас остается как бы первым параметром. То есть мы пишем, что имя переменной в URL view, а значение будет records. Давайте я, знаете, сделаю как. Я сохраню вот это ограничение, view.records, и продемонстрирую вам. Теперь, если я зайду в календарь, я вижу, кстати, потому что я супер-юзер. Давайте я сейчас открою Firefox. Залогинюсь как пользователь Сергей. И теперь мы видим, я перехожу в календарь, но меня перекидывает на план и предлагает купить вот план A, в который мы только что добавили эту рестрикцию. Перехожу в галерею, и галерею мне не пускают. И коммунити форум не пускают. Почему? Потому что это все com.cobalt, и это все view.records. Но нам нужно ограничить только календарь. Это значит, что нам нужно добавить section.id равно 5. Давайте откроем на редактирование и добавим. Так, section.id 5. Сохраним. Теперь проверим сейчас. Идем в галерею. Опс, нет, проверим в Firefox. Идем в галерею. Так, мы видим галерею. Идем в коммунити форум. Мы видим коммунити форум. Но когда мы идем в календарь, мы не можем иметь доступа к календарю. Вот, в принципе, основной принцип, как вы можете создавать рестрикции. Естественно, если вы пользуетесь компонентом связки вместе с кобальтом, в самом кобальте вы также можете назначать различные ограничения. Например, в типах, когда вы создаете любой тип. Например, вы хотите ограничить топики. Открываем топик. Идем в вкладку Emerald. И здесь мы видим наши планы и ограничения. Допустим, мы хотим добавление топика ограничить. Только для пользователя плана А. Давайте сохраним и закроем. Теперь в Firefox я, как пользователь, зайду в коммунити форум. И зайду в какую-то категорию, допустим. И попытаюсь создать new topic. Когда я кликаю на new topic, мы видим, мы перенаправляемся на список планов и видим наши планы. Кстати, плана со скидкой в 50 рублей, которую мы ввели в первый раз. Во второй раз этой скидки, конечно, уже не будет. Цена будет 150 рублей. То есть отсюда мы можем дальше пройти уже и пойти сам процесс оплаты. Вот, в принципе, и все. Как основа Emerald очень просто, быстро, легко и при этом очень гибко. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Романов.